Здравствуйте дорогие друзья! С вами снова Елена. Продолжаем изучать фэншуй и переходим к основным понятиям, которые должны знать все фэншуисты, которые занимаются этим вопросом. В частности, поговорим об энергиях Ян и И. Что это такое и для чего очень важно знать об этих энергиях, и тем более, чем их, как говорится, едят. Для чего мы вообще должны знать, что такое Ян, а что такое И. Ну вот давайте посмотрим на доску. Дело в том, что при любом ремонте, при любом обустройстве жилища вы должны точно понимать вообще, что такое Ян и И. Потому что у каждой комнаты вашей, в зависимости от назначения, возникает та или другая энергия. Поэтому мы сейчас с вами прежде всего познакомимся с тем, что подразумевается под той или иной энергией. И вот, например, начнем с И. И совершенно понятно, даже те, кто недавно изучает фэншуй, понимают, что И и Ян – это две разные энергии. Вот И – это самое тихое, самое спокойное. Для того, чтобы у вас в голове возник образ, я вам написала специальные ключевые слова, по которым вообще понимается И. И если вы потом проанализируете местность вокруг вас, например, вокруг вашего дома или, например, собственное жилье, вы сами найдете инские помещения в своем доме. Вот посмотрите, пожалуйста, какие слова, как покой, луна, ночь, холод, застой. Если это местность, то это долина, например, ложбина, женственность, пассивность, уступчивость, слабость, мягкость, вода. Вот совершенно понятно по самим понятиям, что И – это тихая энергия, энергия застоя, энергия, не призывающая ни к движению, ни к побеге, ни к агрессии. Это очень спокойная энергия. Вот совершенно очевидно, что такие энергии инские нужны в одном единственном помещении в доме – это спальня. Вот если спальня будет сделана в инском смысле, то вам очень легко там будет отдыхаться. Вы получите там покой. А вот если, например, инским сделать, например, гостиную или кабинет, то вместо изучения знаний вы в кабинете там тоже заснете. И будете сидеть в мягком кресле, и даже забудете, зачем вы туда зашли. Итак, с инскими энергией мы с вами уже познакомились. Давай теперь идем к янским. Свет, день, солнце, активность, сила, огонь, движение, горы и холмы, дракон, доминирование, твердость, жар. Ну, совершенно очевидно. Вот, кстати, когда мы говорили об инской энергии, вы забыли сказать, что инская энергия соответствует зима, когда все приходит в состояние покоя, когда все дрожит, когда холодно, когда не хочется выходить на улицу. Вот это инская энергия. А лето в полном его разгаре – это и, соответственно, янская. Ну, так вот, когда мы начинаем гармонизировать свое пространство, основываясь на том, из чего состоит инь, из чего состоит ян, вы должны привести свои энергии в гармонию. Плох тот дом, который полностью инский, где мухи вдохнут на лету. Но и нехорошо в доме, если он полностью янский. Тогда люди подвержены стрессам, все время на подъеме не могут отдохнуть. Поэтому фальшуй гласит, только тот дом хорош, где между собой в равной степени поделены иньские и янские энергии, если весы в равновесии, если ни одна из энергий не занимает преобладающего места. Вот, исходя из того, что я вам сейчас сказала, давайте еще раз поговорим применительно к комнатам вашего дома. Было бы странно, если много янских энергий, а ян, ярко выраженная, это у нас юг. Вы же помните, что мы говорили по поводу юга. Красные агрессивные цвета, камины, огонь, компьютеры. Вот почему я категорически противник, если в спальне будет находиться, например, компьютер. Человек с компьютером на коленях уже обречен на то, что он не будет отдыхать, а будет до утра лазить в компьютере. Поэтому еще одно табу любой спальни – это телевизор, который тоже является источником янским. Но с этим трудно сейчас смириться, невзирая на то, что мы прекрасно ориентируемся в фэншуй, у нас тоже есть телевизор, но мы его хотя бы пытаемся нейтрализовывать. Об этом мы поговорим чуть-чуть позднее в последующих уроках. Итак, самый главный принцип энергии ин и ян – полностью они должны быть в гармонии. Ни один из видов энергии не должен преобладать над другим. Вы прекрасно помните эти значки, когда такие вот запятые – одна белая, одна черная. Это как раз и есть символ гармонии между двумя энергиями. Для дома совершенно все понятно. Какие можно отнести к супер янским комнатам, если вы в доме затеваете, особенно в частном. Какие надо делать с супер янскими? Конечно, гостиную. Там, где все собираются, где все расположены к приятному разговору, где всегда смех звучит и так далее. Инскими является спальня. Для детей надо обязательно комнаты делать гармоничные, чтобы был и ян выраженный, и инь, даже если это их спальня, потому что детям предстоит расти, занимать активную жизненную позицию, поэтому элементы яна могут быть внесены туда. Но в нашем понимании ян что-то мы можем туда привнести. Ну, например, вполне уместно будет яркая лампа, чтобы ребенок мог хорошо заниматься. Или, например, розовые или красные шторы. Ну, в общем, любой из элементов юга, которым мы с вами уже изучали, эти элементы в детских спальнях уместны, потому что детям все-таки пребывать в полной сонности нельзя. Вот мы по дому в двух словах поговорили. У нас сегодня с вами просто ознакомительный урок, потом более глубоко мы еще с вами будем в эти темы внедряться. Что же касается офиса, здесь подход у фэншоя совсем другой. Дело в том, что в офисе мы собираемся не спать, а работать. Поэтому, соответственно, давайте поговорим об офисах более подробно. Если офис янский, значит, в нем очень выражена деловая активность. То есть там люди плодотворно трудятся, у них есть результат и все. Что нужно сделать в офисе для того, чтобы он был янский? Но прежде всего, первое, что делают всегда мастера фэншоя, если в офисе дела не ладятся, это, например, проверяют, хорошо ли освещен вход вашего офиса. Если там висит тусклая лампочка, если там впереди еще темный тамбур, то ни о каком хорошем идее в этом офисе мечтать не приходится. Значит, освещение входа должно быть ярким. Очень уместно будет сверкающая, переливающаяся рекламная надпись сверху. Она постоянно привлекает внимание не только людей, но и благотворных энергий. Поэтому обращайте, пожалуйста, на это внимание. Особенно, если открываете офис и надеетесь на приход средств. Красный цвет. Но если вы обращали внимание, например, даже документальные фильмы видели, вы видели, как часто используются в Китае предметы красного цвета. Фонарики всевозможные и так далее. Если вы считаете, что это для вас не стильно, тем не менее найдите возможность в своем офисе разместить предметы красного цвета. Я думаю, что если подумать, то хотя бы обивка дивана вполне может быть красной. Красный цвет запускает энергия. Я в вашем офисе, а вам нужна деловая активность. Так, значит, еще одна беда. Многие офисы, особенно большие, большие предприятия, одно помещение переделяется на массу всяких перегородков. Там в каждой норке сидит отдельный представитель офиса. Естественно, такой офис создает ситуацию невозможную для работы. Как будто бы человек работает, а толку никакого. Поэтому, если вы хотите сделать классический офис по фальшую, у вас не должно быть миллиона перегородок, которые... Мы еще будем на следующем уроке говорить о благотворной энергии. Так вот, в эти перегородки успешная энергия вашего бизнеса упирается и разворачивается в обратную сторону. Поэтому вот эта тысяча и одна маленькая стеночка, они полностью уничтожают благотворную энергию вашего заработка. В таких офисах дела идут плохо. Дальше посмотрим. Опять же, каким цветом красить? Ну, считается так, что серенько, не отвлекает никого от работы, и все отлично. Но если мы помним, что нам поменьше надо иньского цвета, а серый, черный, синий являются цветами воды, то, соответственно, эти цвета привнесут энергию охлаждения в ваше тело, и тем самым вы потеряете деньги, на которые рассчитывали. Ну, я бы на вашем месте, например, хотя бы сделала упор на бежевый цвет, этот цвет земли, вот, или на зеленый цвет, приятного какого-нибудь фисташкового оттенка, для того, чтобы энергии запустить, потому что зеленый цвет, это цвет богатства, дерево, мы уже об этом говорили, зеленый цвет стимулирует вообще жизненную энергию. Поэтому, если у вас офис представляет собой малюсенькие ячейки и перегородки, окрашенные в серый цвет, к сожалению, этот офис иньский, и там никаких денег и заработков не может быть по определению. Так говорит Фэншуй, а Фэншуй знает, что делает, потому что, если мастер Фэншуй приложил руку к офису, как правило, это заканчивается очень большими успехами для руководителя, и сами работники очень хорошо работают, поэтому давайте обращать на это внимание. Дальше. Что еще может испортить Фэншуй офиса? Ну, наверняка в любом из офисов есть так называемое подсобное помещение. Если вы открываете дверь, а вам на голову выпадает швабра, там бардак, какие-то залежи старых бумаг и прочее, будьте уверены, что никакой благотворной энергии в таком офисе быть не может. Поэтому самое главное – табу. Никоим образом не захламлять вокруг себя никаких вот этих вот подсобных помещений. Кроме того, если вы курите в офисе, вам разрешено обязательно проветривать окна, потому что замклый воздух – это тоже, по мнению китайских мастеров, является одним из главных табу для офиса. Почему мы сейчас вот на этом акцентируем внимание? Ну, казалось бы, когда там Фэншуй, какая древность, а зачем это нам? Ну, если посмотреть, как развивается Китай, то почему бы не воспользоваться? Дело в том, что в Китае эту науку не только не забросили, а все время приумножают, работают в этом смысле. Поэтому я думаю, что если китайцам полезно, полезно будет и нам. Тем более, все равно ведь в кладоках надо убирать, даже и без Фэншуй. Дальше посмотрим. Значит, очень уместны живые цветы в офисе, невзирая на то, что это вроде бы как бы расслабляет деловую обстановку, как считают многие, но тем не менее, живые цветы приносят очень положительную энергию. Растения должны быть обязательно здоровые, ухоженные. Назначьте там, пожалуйста, за ними смотрящего. Здоровые, благополучные растения также активно поднимают и здоровье, и благополучие в финансах этого офиса. Дальше. Если у вас есть конференциал, или вы планируете его построить, Фэншуй рекомендует, чтобы в этом конференциале были большие окна, которые пропускают много света, да и вообще в офисах свет имеет огромное значение. У вас должно быть обязательно большие светлые окна, которые довольно часто проветриваются. Вот тогда вы можете рассчитывать, ну, во-первых, и голова будет светлее, а во-вторых, это считается, что через большие чистые окна заходит много положительной энергии. Дальше. И что еще я хочу сказать, в принципе, если вы видите, что у вас дела не идут в офисе, один из главных положительных моментов в этом смысле, это сделать хотя бы косметический ремонт, сменить шторы, запустить больше света, обновить вокруг себя ситуацию, поставить цветы, в конце концов, убрать лишние перегородки. Будьте уверены, если вы приложите к этому руку, вы заметите, как вокруг вас изменяется жизнь. Это уже опытом проверено. И еще. Если у вас в офисе есть открытые балки, по принципам фальшуи, балки разрезают человека напополам. Если под ними сидит работник, он может не только пострадать, как деловой член общества, но и даже может пострадать его здоровью, потому что балка его как бы перерубает пополам. Постарайтесь разместить столы таким образом, чтобы над вашими работающими людьми не было никаких нависающих предметов, тем более, которые делят их пополам. Потому что считается, что энергетически они очень подвержены влиянию дурной энергии. И кроме того, это даже может отразиться на здоровье. Вот в двух словах я вам рассказала, как сделать приятный офис. Но напоминаю, это только азы. Мы еще будем глубже внедряться в эту сферу. Единственное, что хочу сказать. Для начала вполне достаточно. Мы с вами узнали, что такое ине, как оно выглядит, как его можно вообще себе представить. Теперь у вас есть основные параметры. И вы всегда определите инская энергия, лилианская. Поговорили о яне, о том, что они должны быть в полной гармонии. Я вам дала несколько рекомендаций, как обустроить деловой офис, в котором кипит жизнь и зарабатываются деньги. Всего доброго.